Здравия вам всем желаю. Программа обзор позавчерашней прессы и ее ведущий Семен Ключевский продолжают путешествие по старинным газетным подшивкам. Новое время, 1906 год. Телеграммы. Белозерск. На Шексне, вблизи Чайки, вчера повторился случай поджога судна. Обгорело до двух четвертей зерна. Злоумышленники скрылись, отстреливаясь от преследовавших их лиц. Театр и музыка. Нам телеграфируют из Лондона о полном успехе Онегина на сцене Ковенгарденского театра. В опере участвовали господа Алчевский Ленский и Батистинни Онегин, что обеспечивало правильность постановки и позволило избегнуть промахов, столь обычных при появлении русского произведения, за границей. Русское слово, 1907 год. Дело о житомирском погроме 1905 года. Житомир. Сегодня в окружном суде с сословными представителями начался слушанием большой процесс об ужасном погроме в Житомире и его окрестностях, сопровождавшийся убийствами евреев, разгромом синагоги и домов и избиениями. На скамье подсудимых 42 человека, в том числе трое евреев. Четверо православных, один еврей и трое православных, скрылись. Среди подсудимых преобладают горожане, ремесленники, извозчики. Гельсинг Форкс. Оланецкий губернатор в официальном письме извещает Коапиосского губернатора, что получено известие о предполагаемой финскими деятелями экскурсии в Оланецкую и Архангельскую губернию Карелам. Оланецкий губернатор видит в этой экскурсии попытку пропаганды панфеномании и просит Коапиосского губернатора обратить внимание на этих лиц, чтобы иметь возможность препятствовать сепаратистской пропаганде среди жителей побережья Ладожского озера. Только 5 копеек за 20 штук. Радикальное средство против моли. Там же, за границей, Гаага, сегодня в Королевском дворце состоялся прием первых делегатов Международной мирной конференции королевой Вильгельминой. Делегаты были представлены нидерландским министром иностранных дел Ван Гудерианом, королеве, окруженной высокими сановниками и придворными чинами. Токио. 7 торговых палат отправили адрес крупным торговым палатам Соединенных Штатов. В адресе указывается на необходимость употребить все усилия к скорейшему устранению всех существующих недоразумений между Японией и Америкой. За рубежом 1967 год, Париж. По материалам газеты Фигаро Литтеррер, некоторые вполне здоровые люди нуждаются лишь в 2-3 часах сна. Заявил шотландский профессор Ян Освальд на конгрессе, посвященном проблемам сна, который состоялся недавно в Болонии. Но остальное человечество, видимо, нуждается в более продолжительном отдыхе. Заботясь о людях, страдающих бессонницей, Марианна Фрей, уже известная своими оригинальными торговыми операциями, решила открыть в Париже магазин, в ассортименте которого будут товары, предназначенные исключительно для сна, его удобств и т.д. В магазине Марианны Фрей можно будет купить укачивающие матрасы, лампы тихого гипноза, генераторы звука, от которых клонит ко сну, маски против храпа, грелки длиной в 1 метр и 80 сантиметров, называемые фитилем, и большой набор настоев сонных трав. Специально подобранные книги могли бы дополнить этот набор снотворных средств в магазине Марианны Фрей. А вам здравия всем желаю!